здравствуйте дорогие друзья не пугайтесь это я это фирма peterson в полном составе которая обожает кушать бублики и которая пришла сегодня с вами с посиделками несколько необычного вида вирус коронавирус он свирепствует по китаю по италии по германии проси его говорят до 22 апреля не будет ну как проголосуете на вечные времена тадам поэт а вот тему моего сегодняшнего с вами посиделки сегодняшний именно корона я просто говоря я послушал про коронавирус и подумал какой же я нахожусь интересные защищенные позиции и вы знаете что я живу почти как на острове даже у отшельников рядом с лесом горы озера и так далее и как бы когда я услышал что происходит в мире у меня нет телевизора ничего нет то я ужаснулся не самому вирусу а его последствия понимаете то есть мне стало страшно не от того что я могу как и при ясном сознании медленно оттянуть себя за веревку до на мазанную мыло это примерно то состояние а потом один умный человек сказал что от вируса защищает также хороший секс слушание хорошей музыки и вообще поднятие тонуса настроение это вот как бы иммунитет поднимает я подумал если я так здесь хорошо да почему бы мне с вами не поделиться дело в том что рано или поздно вы узнаете о том почему я вот такой я открыл для себя чат рулетку вы знаете это помойка такая где встречаются разные мягко их назовем неадекватного поведения мужчины и женщины и она разговаривая здесь на серьезную тему очень трудно найти такого человека это надо перелопатить весь вечер пока ты найдешь и учитывая мой возраст да я все время получаю по мордасам то что вот пришел старый педофит да и понеслось особенно особенно ребята вы удивитесь этим отличается немки молодыми они говорят тебе добрый день как ваша жизнь ищет эту кнопочку для блокировки тебя пожаловаться да есть такая кнопка и нажимает а потом через два три часа не понимая в чем дело почему я никому ничего не сделал ничего не сказал не не говорил эти михалковские вещи а покажи сиськи допустим до сих пор остался мемом и так я понял что мне снимка вообще нельзя разговаривать и с мужиками кстати тоже с молодыми да со старыми еще ничего а вот с молодыми тоже нельзя они пытаются тебя тоже оскорбить ну что здесь оскорбляет через каждого через раз это однозначно отличается это в основном как не прискозно русские люди с чеченцами с дагестанцами с азербайджанцами с армянами я чувствую себя комфортно они начинают речь всегда здорово отец как твои дела вот это их стандартная правда значит я разговаривал с их ними стариками они говорят тот кто тебя оскорбляет это не чеченец это чеченок говорящий клоун я это воспринял хорошо и поэтому когда они мне говорят это всегда иногда надеваю свою майку с салами там да я сразу получаю блок здорового фашиста ну я к этому привык ребята я к этому привык и дело то что вы не спрашиваете а что ты здесь делаешь да я развлекаюсь я развлекаюсь я иногда говоришь слышь мужика что ты здесь делаешь а что ты здесь делаешь старый ты дурак я говорю ребятам не до ближайшего зоопарка очень далеко сто тридцать километров платить надо хорошие двадцать евро заход а здесь все бесплатно вот сидит передо мной бабу или гамадрил или макака или еще что то то есть это развлечение ну на самом деле я действительно ищу общение с хорошими людьми они встречаются я очень хорошие завел беседы с некоторыми просто подружился да вот и я научился реагировать то есть раньше я не одевался так да сейчас я одеваю одеваю свои но это диопты кстати если кто не знает это диаптрически да то есть очки одеваю какой-то крест из своей коллекции New York City New York как бы ну средняя между Германией и Россией чтобы хотя все равно находятся вы знаете если ты будешь сидеть в русской майке у меня же есть вы знаете если ты оденешь немецкого орла я буду встречать здорового фашиста и вот когда ты одеваешь вот это все равно тебе могу сказать здоровый пиндос я научился с этим бороться причем очень весело научился я начал сочинять матерчинные частушки и когда мне что то говорят я начинаю петь это действует безотказно потому что вот это вот у них лексикон то маленький такой скажем такой очень примитивный да и шаг влево шаг влево они уже теряются я подумал рано или поздно кто-то принесет придет и донесет что вы знаете что у вас там типа учитель маэста мэтр да сидит в нашей рулетке и матерится почем зря я хотя им говорю ребята не надо на меня там я ж там хозяин я вас заблочу и все но тем не менее попытки могут быть и поэтому рано или поздно это шило выйдет наружу да я решил первым сдаться и показать вам каким образом я развлекаюсь вечером я надеюсь что это вам поднимет немножко настроение потому что я буду петь сейчас хотя моя жена которая знала меня в молодости да знала мои песни волосы тогда сейчас это не делать потому что голоса у тебя нет то что ты поешь это ужасно и сегодня я решил доказать и может быть обратно может быть подскажите слова мы с ней встречаемся в три часа дня будем вместе сидеть скопе выпивать пиво на шампанское и разговаривать у нас такие беседы так вот это блока я сейчас вам попробую поднять настроение спеть вам пару частушек моих которые я пишу нам этих частушек и может быть одну песенку и вы мне пожалуйста тогда напишите внизу желательно до 3 часов стоит ли мне действительно это делать или мой голос уже ни на что не похож короче я борюсь именно с коронавирусом тремя способами я мою руки после магазина которая редко вы же один раз три-четыре дня 30-40 секунд я мой тщательно руки а потом я понял что почему это делаю лучше оставлять посуду не мы тут приезжать оттуда и помыть посуду и заодно хорошую руки поднять посуда чистая вот потом я понял что мне нужно тоже поднимать настроение хотя мне его и некому испортить но мало ли чего вот я купил себе ящик пиво увидите вот ящик пиво пиво хорошее самое лучшее наше такое мальчишка тут с пивом стоит казалось бы в наше то время ну традиции страницы да и я его пью прямо из бутылки потому что вы видите горлышком на это специально рассчитано вы знаете что баба ли это не алкоголь это в общем-то продукт питания я считаю это правильно и поэтому я сидел его красавица это его красавица единственное что на меня повлияло коронавирус то я должен был завтра и послезавтра уехать в бонд там ждала работа скажем так тысячи две я мог бы заработать за три недели то есть три дня снимая потом обрабатывая в общем три недели две тысячи потому что собака знаете такое существо в любой момент может заболеть да я-то черт с ним а вот его надо лечить а когда серьезное что-то операции или что-то нужны деньги хорошие деньги я подумал ну ладно не хочу это делать на поездку теперь сделали аутганг шперы это то есть я не имею права выезжать из города без определенной причины за что ж такое то тут все влево вправо понимаете зеркально я не могу поправить ничего и пришлось отказаться ну что значит пришлось я был рад я был рад что я отказался ребята как это зеркало поправлять получается туда туда ездить ну что что такое у меня уже нет ничего тебе все отдал я уже нет ничего он все еще маленький все еще растет собаки вот и он такой милый он храпит вот бывает среди ночи гавки аж соленый приходит только гавки я с кровати падаю такой рык что мама не горит покажись покажись я тебе покажу какой-то красавица красоты необыкновенный конечно потому что я когда его фотографирую я сам любуюсь его фотографиями и так все пошел мы с вами сейчас будем улучшать настроение я не буду задерживать сильно ваше внимание а спою вам ситуации допустим когда ко мне обращаются некорректно с самого начала то есть пытаются доминировать как те обезьяны и тогда я беру гитару и начинаю петь так я поправлю это наконец-то вот так вот начиная с того а вот сидит один пацан сидит и ухмыляется то ли в правду он ехал то ли притворяется я скажу тебе пацан спрячь свою ухмылку хватит в попе ковырять сядь блин до бутылку а еще тебе скажу что знаю даже дети тебя девочки имели в женском хвалите и туда а особенно если в компании то они начинают ржать сами его друзья когда девушки как ты чё здесь делаешь старик а вот та девочка сидит рыжая при рыжая дальше не знаю как спеть ты зачем сюда пришла дура ты бесстыжая вот так могу спеть так или же я могу спеть когда их две тогда это это не нужны нам пацаны с вечными этих пьянками и мы с подругами решили станем ли спеянками тоже заходит или же кто это совсем матерешина я пытаюсь выбрать из моего мощного репертуара это матерешина что не такой более-менее а вот вот пока а мне милый не звонил я и не опешила пошла в клуб нашла и чего то там навешала И не милый про любовь нежную рассказывал, а сам взял и на спине не грубит, а завязывал. Тоже действует хорошо. То есть вот так я отбиваю все малейшие нападки на мою личность. И в то же время сразу нахожу контакт. И мы можем потом разговаривать, я пою песни какие-нибудь, шансон. Допустим, я пою там Аркаша Северный, кто мало уже, кто знает. Я с детства был испорченный ребенок, боже мой. На папу и на маму мне похож. Я женщин обожал еще с пеленок. Ша, Жора, подержи мой макинтош. Однажды, по тихурую погоду, я понял, что родителям не гошь. Собрав свои пожитки, ушел от них я к вору. Ша, Жора, подержи мой макинтош. Канаю раз, кирюхаю надеяться, увидел я на улице дебош. А ну-ка по-одесски, сипенка им перца. Ша, Жора, подержи мой макинтош. А ну-ка по-одесски, сипенка им перца. Ша, Жора, подержи мой макинтош. Ударом сбит и хрюкаю я в лужи. На папу и на маму мне похож. А с Жори подтянули калстук тоже. И шлепнули вдобавок макинтош. Я с детства был испорченный ребенок, боже мой. На папу и на маму мне похож. Я женщин обожал. Щас пилю, щас, Жора, подержи мой макинтош. Вот такой я могу петь, ну как, из-за снижения своего голоса. На шансон вроде бы как хватает, но это вам решать. И до последок, так, вот так, так, вот так. Ну-ка посмотри, не могу прям в этом зеркале поправить. Тебе даже шапочку. Вот так. И напоследок я вам спою. Моя любимая песня, называется «В кентамском порту», но не все. Потому что шансон я знаю, много знаю, да. Но я откинулся. Какой базар-вокзал. И так дальше. Или «Гоп-стоп, мы подошли из-за угла». Гоп-стоп. Ты много на себя взяла. Теперь оправдываться поздно. Посмотри на эти звезды. Посмотри на это все. Последний раз. Или по тундре. В широкой дороге, где мчится поезд. Ах, куда Ленинград, мы бежали с тобою. Такая плотата, да. Опасаясь погони, опасаясь погони, диких криков солдат. Мне даже это не надо было учить. Я жил в Новосибирске. В 30 метрах от меня была зона. Пятая. Сейчас ее снести, по-моему. То есть оттуда нам перебрасывали тетрадки с этими песнями. Мы их заклепучили, в подъезде играли там. Ну вот. А все-таки любимое у меня осталось вот это. Есть много хороших песен, допустим. Песня «Я весенний в лесу». Но она сегодня не подходит под чем? Потому что сегодня мы веселимся. Мы поднимаем в себе иммунитет. Мы боремся против коронавируса. Давайте сделаем один глоток. И споем эту песню. И потом я ухожу. Старики, они болтливы. Вы знаете. Итак. Китанска в борту. С пробоиной в борту. Жанна-то поправляла так и нашу. Но прежде чем уйти в далекие пути, На берегу отпущил экипаж. И тут все тугли отца по темным улицам. И клюши новые ласкает Борис. Они пошли туда, где можно без труда достать себе. И женщин именно, где пиво пенится, Где пить не ленятся. Где юбки-оски, ядрища по швам. Ну а дальше по англичан, про драку и так далее. Это уже грустно. Итак, дорогие друзья. Я надеюсь, что хоть на немножко развеял ваш Этот вирус, коронавирус. Отогнал от вас. Вот я руками, как Кашпировская, отгоняю, отгоняю, отгоняю. И желаю вам хорошего настроения. Главное не паниковать. В этом заканчиваю. Извините, что занял ваше время на такую ерунду. Всего вам доброго. Собакин, ты не хочешь попрощаться? Ага, пришел. Пришел, малый малыш. Малыш. Пока. Ага. 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 Ага.